Глава двадцать пятая Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у заловки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без ипполет, в отведенных ему покоях укладывался своим коммердинером. Сам, осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой. Шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка, подарок отца, привезенный из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея. Все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками. В минуты отъезда и перемены жизней на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находят серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну? Грустно ли бросить жену? Может быть, и то, и другое. Только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, услыхав шаги в синях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашное, спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи. — Мне сказали, что ты велела закладывать, — сказала она, запыхавшись. Она, видно, бежала. — А мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. — Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься, что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша, — прибавила она как бы объяснение такого вопроса. Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства. — А где Лизе? — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос. — Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. — Ах, Андре, какое сокровище твоя жена! — сказала она, усаживаясь на диван против брата. — Она — совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила! Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице. — Но надо быть нисходительным к маленьким слабостям, у кого их нет, Андре. Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете, и потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Кто все поймет, тот все и простит. Ты подумай, каково ей, бедняжки, после жизни, к которой она привыкла расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении. Это очень тяжело. Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых нам кажется, что мы насквозь видим. — Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасную, — сказал он. — Я другое дело. Что обо мне говорить? Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, Андре, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне. Одной, потому что папенька всегда занят, а я... Ты меня знаешь, как я бедна в возможностях для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Мамзель Бурьон одна. — Она мне очень не нравится, ваша Бурьон, — сказал князь Андрей. — О, нет, она очень милая и добрая, а, главное, жалкая девушка. У нее никого-никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительно. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна. Батюшка ее очень любит. Она и Михаил Иванович — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им. Как говорит Стерн, мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали. Батюшка взял ее сиротой на улице, и она очень добрая. И батюшка любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает. — Ну, а по правде, Мария, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей. — Княжна Мария сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса. — Мне, мне, мне тяжело, — сказала она. — Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтобы озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце. — Ты всем хорош, Андрей, но у тебя есть какая-то гордость мыслей, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора. — И это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме обожания, может возбудить такой человек, как батюшка. И я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я. — Брат недоверчиво покачал головой. — Одно, что тяжело для меня, я тебе по правде скажу, Андре, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно как тень, и может так заблуждаться. Вот это составляет одно мое несчастье. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны. И есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним. — Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порох. — Насмешливо, но ласково сказал князь Андрей. — Ах, мой друг, я только молюсь Богу и надеюсь, что он услышит меня. — Андре, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба. — Что, мой друг? — Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебе в этом не будет. Только ты меня утешишь. — Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в радикюль, и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала и составляла предмет просьбы, и будто прежде получения обещаний в исполнении просьбы, она не могла вынуть из радикюля это что-то. Она робко, умаляющим взглядом смотрела на брата. — Ежели бы это и стоило мне большого труда, — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей. — Ты что хочешь думай, я знаю, ты такой же, как и батюшка. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста. Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах. Она все еще не доставала того, что держала из радикюля. — Так ты обещаешь мне? — Конечно. — В чем дело? — Андре, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь? — Ежели он ни в два пуда и шеи не оттягивает. — Чтобы тебе сделать удовольствие, — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченные выражения, которые приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, браво, очень рад, мой друг, — прибавил он. — Против твоей воли он спасет и помилует тебя, и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом, держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок спасителя с черным ликом, серебряной резины, серебряной цепочки, мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. — Пожалуйста, Андра, для меня. Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно, он был тронут и насмешлива. — Благодарю тебя, мой друг. Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали. — Так, я тебе говорила, Андре, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Лизе, — начала она. Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь. — Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. — К чему ты все это говоришь мне? Княжна Мария покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватую. — Я ничего не говорил тебе, а тебе уж говорили. И мне это грустно. Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марии. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал. Маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру. — Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену. И сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней. И это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду, хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю. Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным блеском. Но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери через ее голову. — Пойдем к ней. Надо проститься. Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. — Петрушка! — крикнул он к Эмердинеру. — Пойди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону. Княжна Мария встала и направилась к двери. Она остановилась. По-французски. — Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтобы он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана. — Да разве это? — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду. По дороге к комнате сестры в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбающуюся мамзель Бурьон. Уже в третий раз в этот день с восторженную и наивной улыбкой, попадавшуюся ему в уединенных переходах. — Ах, и я, думала вы у себя, — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза. Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось ослабление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав. Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из затворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время. По-французски. — Нет, представьте себе, старая графиня Зубова с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами. Ха-ха-ха, Мари! Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках сидела на кресле и безумолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, покладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор. Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел, дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем. В зале стояли все домашние – Михаил Иванович, мадемуазель Бурьон, княжна Мария и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода. Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. Пришел проститься. «Целуй сюда!» Он показал щеку. «Спасибо, спасибо!» «За что вы меня благодарите?» «За то, что не просрочиваешь!» «За бабью юбку не держишься!» «Служба прежде всего!» «Спасибо, спасибо!» И он продолжал писать так, что брызги летели с трещавшего пера. «Ежели нужно сказать, что говори, эти два дела могу делать вместе!» Прибавил он. «О жене! Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю!» «Что врешь?» «Говори, что нужно!» «Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтобы он тут был!» Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — говорил князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». «М-м-м-м-м!» — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю!» Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?» «Что плохо, батюшка?» «Жена!» — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие! Не разженишься! Ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь!» Он схватил его за руку свою костлявую маленькую кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом. Сын вздохнул, признался этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма свою привычную быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу. «Что делать?» «Красиво!» «Я все сделаю! Ты будь покоен!» — говорил он отрывисто во время печатания. Андрей молчал. Ему и приятно, и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну. — Слушай, — сказал он, — о жене не забудься. Что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай. Письмо Михайлу Илариончу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николай Андреевича Балконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда. Он говорил такое с корговоркой, что не доканчивал половины слов. Но сын привык понимать его. Он подвел сына к дюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым подчерком тетрадь. — Должно быть мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбарный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки после меня читает для себя. Найдешь пользу. Андрей не сказал отцу, что верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. — Все исполнит, батюшка, — сказал он. — Ну, теперь прощай. Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. — Помни одно, князь Андрей. Коли тебя убьют, мне старику больно будет. Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал. — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно! — взвизгнул он. — Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка. — Улыбаясь, сказал сын. Старик замолчал. — Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей. — Ежели меня убьют, ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтобы он вырос у вас. — Пожалуйста. — Жене не отдавать, — сказал старик и засмеялся. Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. — Простились. — Ступай, — вдруг сказал он. — Ступай! закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета. — Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру, кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках. Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил. — Ну, — сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодною насмешкой, как будто он говорил «теперь проделывайте вы ваши штуки». «Андрей, что уже?» — сказала маленькая княгиня, бледнее и со страхом глядя на мужа. Он омнил ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо. Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло. — Прощай, Маша, — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты. Княгиня лежала в кресле, мамзель Бурьон терла ей виски. Княжна Мария, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась и выглянула строгая фигура старика в белом халате. — Уехал? — Ну и хорошо, — сказал он сердито, посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головой и захлопнул дверь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok